всем большой привет друзья выехали мы на рыбалку как и обычно с нуриком прошу рыбалку я был один так получилось в теме сегодняшней рыбалки будет у нас ребятки бутылки любимые бутылки хейтеры уже там печатают быстренько печатают потому что это же браконьерская снасть друзья крючки это же тройники тоже браконьерская снасть правильно на рыбку увидеть это браконьерство оказывается ну реке ну чё тогда вот на первом льду ждем комментарии браконьеры первый комментарий все друзья ставим бутылки поставим яблочка небольшая хотим ее проверить посмотреть какая здесь щука есть если будут мелкой будем отпускать будут крупная будем брать поставим бутылки нет нет может караська по ловим до живчика поймаем в общем кто с нами пальчик вверх всем приятного просмотра да кто в теме все друзья поехали черви рассыпались его мою авария микро у нас без этого не получается лодку прошлый раз не стали мыть когда были грязная было холодно да сейчас вот эти дни теплом ее конечно от моем еще писали друзья комментарии почему такая большая лодка в таких маленьких местах пока другой нету на следующий год возьмем две маленьких с этой лодки удобно карася ловить и снимать это все дело по сути на таких местах не удобно не за счет того что она комфортная вот поэтому еще она лучше по идее будем задумываться насчет мотора на следующий год принципе лодка хорошие дрына лежит подожди 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 качается любым насосом подрывы оставил кто-то бурился видно кому завязал прикольно на палку потому что когда мы до этого были здесь узенький проход был совсем еле-еле сюда заезжать может был на лодке пока качали лодку туда два живчика поймали гореха поймал вот место но небольшое получается река течет и вот собираются вот такие ямки вот здесь есть проход там чуть-чуть побольше места дух он поуже получается чем вот это здесь упадет или это и кувшинка и все карасика можно половить мы вот сейчас хотим поставить делать вот этот маленький с маленькими бутылками вот здесь вот так у нас рыбалка честно нам рыба не нужна вам чисто вот интерес как это все клюет такое всего да как это все работает и работаем просто надо это просто понять как кому-то в кайф блеснить вот это тысячу бороздков тысячу не знаю кому такая да я как плохо к этому не отношусь каждый ловит как он хочет да получается как кайфую да вот отсюда и вот так а вдруг щучка получается вот до этого когда утром щуп мы ловили мы были чуть чуть дальше не намного дальше но были были дальше сейчас мы ближе получается да и посмотрим там щуки были норм его 800 было полторашка помню блоки его 100 точно в общем вяжем посмотрим что здесь бутылки служат в роли поплавков и в роли сигнализатора поклевок раньше мы так не делали мы просто тянули одну веревку и все сейчас люби как-то это интереснее смотрится да если ты вот где-то сидишь рыбачишь ты вот поставил 5 кружков поставил сидишь там неподалеку рыбачишь раз там краем глаза увидел что бутылка топится поехал проверил тоже самое жерлица когда жерлица встает естественно флажок подымается получается получилось только четыре бутылки ну расстояние маленькое ничего страшного привяжемся сейчас три крючка повесим тут три крючка нормально будет потому что на первой бутылке там травы сильно много получается 1 бутылка 2 бутылка и 3 бутылка и 3 крючка вот этот не достанет просто до дна тысячи там все пораняй 1 1 закидушка есть едем дальше ставить закидушка думаешь длинный думаю щука по дну ходит сколько сколько здесь два метра до разные поводки длиной для эксперимента в принципе на улице хорошо пойдет 25 градусов есть ветер не ставили четыре крючка здесь нурик решил да я говорю смысл в траве ну горит в траве щука же в траве в любом случае в принципе нормально да все друзья ждем бутылка будет булькать и тонуть можно в принципе колокольчик повешать но сейчас ветрено и так да и так видно короче что здесь никаких закутков ничего нету вот мы оттуда вы выехали на лодке пробились все заросло здесь никто не рыбачить видимо потому что дальше хорошие места есть и до этого места это получается посередине никто сюда не заезжает ждем поклевку просто оставь нормально время поставили решили немножко посидеть муж карасик проклюнется надеваем он червячка и сверху хлебушку закрываем ну вот здесь хорошо клево карась он привет походу на место и слишком много травы внизу по глубине даже видно когда крючок опускается пробивается там маски сквозь эту траву не торопись просто время сейчас обед получается и щучка навряд ли буду брать его выкладывал хорошенький смотри на игорю удочку только карасей таскать как она гнется такой чё не прелесть подросли смотри карасик такой вот ладошка вот хорошо чё твори то кошмар просто чё ждать пока выводишь пишешь тянет тянет все все может брать о сейчас по моему все караси разбегутся после поклёвки это караси крупные пошли до елки-палки удочка перевешивает карася вот это прикол давно таких здесь не видел да не могу тебя похватить не будьте держать карасевича конкретного достал сейчас сейчас будем еще крупнее карася вот ловить щука молчит оно и понятно время 3 часа дня пока туда-сюда блин время идет поехали аккуратненько ложим глубина метра где-то 280 чё на дно попал что-ли 283 метра глубина сейчас стоит на поплавках все есть поклевка первая поклевка у меня чё за поклёвка давай вверх подымай все ясно 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 не хочет укладывать этот этот не хочет не бросить а вот это вот легко шикарный и бросил с третьего раза получится внизу я учет что творится смотри сразу смотри вот этого я беру уже и я балки и что творится я был что творится что творится иди сюда офигеть вот это зверь какой-то дикий иди сюда потихоньку опа вообще хороший друзья переплыли оттуда что-то там вообще тихо бутылки тишина уже не знаю сколько 3-4 раза живцов меняли забыли вот здесь в тихую местность сейчас пробовать лурик говорит поклевки есть пока не можем понять что за рыба-то клюет интересно то то что щука вообще быть за обед не обед фиг его знает влияет а нет как-то ракета какая опущен карась полностью отказался клевать пусть ли на берегу то уже ноги затекают водки сидеть сейчас хотим взять собрать два спиннинга взять лягушки здесь пешком недалеко прогуляться есть плюс балластовый мы его так называем и попробовать на лягушку пару раз кинуть может и правду ну бывает такое что щука допустим в одной ямке щуки больше в другой ее совсем нету либо там вообще единицы либо на сегодня вообще не блюет сейчас прогуляемся для чисто для интереса кидаем спиннинг идеальное место покидать лягушку не лидер поставил чем такую лягушку конечно такое и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Такое ощущение, хочется окунуться, блин, но вода холодная, ночью холодная уже. Вот такой проход. Кепку снимаем. Камеру обуваем. И поехали. Так, вот такое место, блин. Не, давай я одну, ты в другую сторону. Пробиваться. Вроде все стоит неподвижно. Да, блин. Да, блин. Пусть мы ребятки, вижу. Камера. Не такая нормальная. Посмотри, смотри. Сейчас, давай поближе подойди. А не гребец там. Все, ее помнишь? Перемет попармливаем, она одна свалит. Ага. Там тоже смотрю, е-мое. Там непонятно. Такая, друзья. Вроде бы, заела хорошо. Пузатая, капец. О, блин. Клюнула наконец-то, е-мое. Надо было просто, скорее всего, тишину создать. Мы тут, то туда, то сюда. Ну, смотри, хороша, да? Нажикца нашего собирала конкретно. Да, пусть я тут. Вот и все, ребятки. Че? Опа, Нурик. Здесь мелко сидит. А может, там тоже есть? Ну, сколько? Минут сорок, наверное, да? Ну, да, пока туда дошло. О, там пишут комментарии. Нурик, что вы себе не купите эту штуку. Друзья, мы настолько... Зачем нам эта штука? Она есть где-то. Она где-то есть. Мы тут так редко овим рыбу, что она нам не нужна. Все отлично. Уже отгулял ушли. Ну, там второй ноль висит. Нет, тут вообще какой-то крокодил страшный. Да, тут крокодил страшный. Сейчас будем нырять к нему. Елки-палки. Ну-ка, дай, заверю в полюс. О, давай. Ух, ребятки. Только не испугайтесь. Слушай, не зря поставили. Крокодил страшный отпускной. Так, куда-нибудь прикрин взял? Эх. Граночка взвестиная. Ай-яй. Неудобно, поводок короткий там поставили. Зато перемет славенький. Главное, заплыли. Никаких движений не было, да? Да не вижу, сняли и запухали. Да здесь бы без этой штучки бы не обошлось. Серьезно? Да, совершенно. Давай, отсюда. Вот, я говорю, давай покажем, как крокодила. Ну, все, друзья, отпускаем. Выглядит, а вот они такие худые, почему-то маленькие. Давай, все, пускай ее. Так, это не надо. Ничего не повредили, все аккуратненько отцепили пальцами, руками. Черт, наедай. О, тут тоже поклевка была, говорит, смотри. Да, вижу, да, один на другом. Ё-моё, ребята, тут выход был серьезный, походу. Вот, пока вот. Я говорю, надо было... О, смотри. Ё-ки-палки. Между собой, значит, снова мы вот один длинный поставили. На дно. Один короткий, видишь? Поклевки были. Камера-то видит что-то, нет? Видит. После воды. Вот так вот, ребятки, как... Мемка небольшая. Видишь, как бывает? Оставишь это все, и все. И клюет. И клюет. Ну, когда уже, как сказать, надежды нет. Но мы сели туда-сюда, туда-сюда. Может быть, потому что мыши у меня заходят сюда. Вот так вот. В общем, что, я не знаю, будем заряжать еще что-нибудь. Сейчас поставим, тут стоит чуть-чуть. Да, еще зарядим жевца сейчас. Посидим вдруг. Вдруг опять, да? На берег мы плывем, поставим жевца на берег мы плывем, а там... Да, в общем, сейчас будем распутывать это здесь. Все, ребятки. Щуки больше не было. Поставили, зарядили, полчаса подождали. Думали, думали, раз выход был, будет еще сразу. Посидели, подождали. Нет, собрались. Зато мы сделали полезное дело. Отмыли водку нашу, потому что до этого у нас рыбалка была. Мы ее не мыли, ничего. Сейчас вот мыли прям так хорошо все части. Нурик чистит рыбу. Я водку помыл. Вот такая рыбалка бывает. Сначала хорошо пер этот карась, потом тишина там, там катались. И щучка прям, знаете, вот один выход был щуки. И все. Две штучки зацепилось и тишина. Как-то так. Так что все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на канал. Да, всем пока. Подписывайтесь на канал, увидимся. Где? На рыбалках. Кто спросит, почему в очках, ребятки? У меня аллергия, глаза чешутся. Ношу очки, чтобы не чесать. Вот какой сюрприз был у щуки в животе. Щука была килограмм 200, но она и есть. Вот ладошечный карась. Ладошечный карась. Как такого сожрать можно? Так что, можно даже заэкспериментировать, друзья. Карасей одевать. Одевать карасей ладошечных, блин. Ё-моё, ну, хапает, хапает. Почистил, такая худая стала. Ну, обалдеть. Я думал, там чебаки много. Оказалось, только карась там. Кстати, щучка уже икру нагуливает. Вот уже есть икра. Все, в общем.